В реалиях World of Warcraft есть много игроков, которые своими действиями смогли запомниться в головах многих людей. Порой, сделав что-то очень крутое, чем пользуются либо вдохновляться тысячи игроков, а иногда просто показав свою любовь к миру Азерота и получив за это свой приз и свою награду. Выбор вещей в World of Warcraft в некоторых случаях бывает довольно трудным процессом, ведь порой предстоит определить, какой из предметов будет более выгодным в тех или иных ситуациях. Чтобы это исправить и помочь игрокам найти нужный, оптимальный и максимально правильный путь выбора вещей, человек по имени Астралиан решает написать небольшую программу. Программа именовалась как Равр, ее суть была примерно такова. Пользователь выбирал опции своего персонажа, к примеру специализацию, имеющиеся профессии и вещи, которые у него были. А затем, благодаря программе, мог высчитать, понимать и выбирать более лучшую экипировку для своего персонажа, уже в которой будет наносить максимально большой урон. Стартовала программа как любительский софт, сделанный только для друидов. Но с течением времени Равр начал семимильными шагами набирать популярность, постигать новые вершины, а к его трудам присоединились многие топовые игроки своего времени, помогающие создать более подробную симуляцию вещей не только для друидов, а для других классов и специализаций. Впоследствии программа была расширена, а известность разработчика стремилась вверх. Сделано все это было еще в далеком начале гнева Короля Лича. С обретением огромной популярности, разработчик вдобавок к своей программе создает еще и аддон, кратко показывающий какая вещь на персонажа будет давать урона и насколько эффективна она будет. Прожил этот аддон справедливости ради недолго, чуть больше одного года, с декабря 10 по декабрь 11 года, но тем не менее, за это время был скачан почти полмиллиона раз. А сама по себе программа поддерживалась вплоть до конца дополнения Пандария, уже после чего была заброшена. Теперь уже разработчики Blizzard, ведя столь полезную программу, которой пользуется большое количество людей, решают в качестве благодарности оставить его след в мире Азерота. Еще в старые добрые времена было введено два предмета, названия которых оцеловали к разработчику приложения. Просто обычные вещи, добавить о них особо нечего. Но уже во времена Дренора, когда стартовал ивент вторжения через темный портал, был добавлен маленький, небольшой NPC, Друид Медведь, который встречается игрокам на пути сначала в выжженных землях возле портала, а затем еще несколько раз после прохождения врат на территории стартовой цепочки Дренора. Ну и как вы могли догадаться, этот Друид Медведь является данью уважению разработчикам программы Равр. Но на этом почести создателей симулятора не закончились. Однажды, одним прекрасным днем, когда на родите игроки поинтересовались, что же случилось с приложением и куда оно пропало? Ответ, к сожалению, так и не был получен. Но тем не менее, что интересно, один из главных гейм-дизайнеров Blizzard ответил, что один из главных разработчиков Равр был нанят в компанию и теперь является гейм-дизайнером, помогающим балансировать классы в World of Warcraft. Во времена ванильной версии игры, люди пытались всячески изучать и покорять вершины своих классов, пытаться найти лучшие билды, искать хорошие тактики и гайды, и вообще изучать и оттачивать свое мастерство. Одним из таковых классов был жрец, а если быть более конкретным, то одна его специализация – тьма. Либо простыми словами, Shadow Priest. Один игрок, который был предан и вдохновлен жрецами тьмы, в 2006 году решать создать целое сообщество, посвященное этой специализации. Тогда, что стоит отметить, подобное было нередким явлением и создавалось много сайтов, посвященных разным специализациям и классам. Это сообщество именовалось как Shadow Priest.com. Это был по своей сути большой форум, который объединял под одним знамением представителей тьмы. Форум привлек внимание многих людей и начал стремительно развиваться как целое сообщество, где было много игроков, которые делились советами, изучили ротации, общались, находили новых товарищей и, что самое главное, развивались. Уже в первые месяцы он обрел большую популярность в сообществе Warcraft'а, обзавелся админами и модераторами и даже начал привлекать внимание топовых игроков. К примеру, жрец по имени Вален, ставший в последствии редактором и модератором, который являлся частью легендарной и популярной на тот момент гильдии по имени Меток. Короче, если кратко, всё у них было хорошо, но, как мы все знаем, хорошо не может длиться вечно. Главный создатель этого, уже к тому моменту столь популярного форума, меняет свой основной класс и стаёт Холли Паладином, и теряет часть интереса к форуму. В 2007 году, ввиду своих, не столь благополучных причин, продаёт полностью свой сайт агентству Брайан Пату. Это агентство было заинтересовано в приобретении форума и последующего его развития. Комьюнити Престов вроде как приняла эту весть, не так радостно и с печалью, но всё же заподозрила что-то неладное, как окажется позже, не просто так. Если поначалу всё было нормально, изначальное сообщение после покупки ShadowPrest.com от новых владельцев форума было примерно такое. Мы вдохновлены Варкрафтом, ждём Туза Мун в ближайшей неделе, и всё будет хорошо и круто, вам понравится. На деле, оказалось, всё было совершенно иначе. Если поначалу всё было нормально, то со временем полностью некоммерческий сайт начал обрастать большим количеством рекламы, а новые владельцы вскоре забили на развитие сайта, из-за чего администрация практически полностью не посещала своё приобретение, оставив его на произвол судьбы и просто, по сути, приводя его к медленной стагнации. Примерно такая же участь постигла другой сайт под названием LeetNature.com По сути, ровно такой же огромный форум по Варкрафту, однако не по ShadowPrest, а сразу по комьюнити Хиллова Варкрафта. Он также был выкуплен тем же агентством и вскоре напрочь заброшен, и впоследствии удалён. Народ активно негодовал, чего же они забили на развитие столь полезного и популярного в своё время ресурса, и сделали из него просто рекламное поприще без администрации и поддержки. Понимая печальные последствия своего приобретения, агентство BrainPattu продаёт купленный ими сайт другому рекламному агентству австралийской компании по названиям ZIS Zero. Но на этот раз была известна цена продажи, скромные 6 тысяч долларов. Передав борозды правлений из одного агентства в другое рекламное агентство, ситуация совершенно, как вы понимаете, не изменилась, а стала только хуже. А остатки людей скорбили на разных форумах, какой же классный и прекрасный сайт они потеряли. Но вскоре дело изменилось, когда недовольные игроки решают вернуть себе утраченное. Создаётся новый ресурс HowToPrist, либо Как быть жрецом, по сути, который являлся новой реинкарнацией старого ShadowPrist.com. Встречен этот ресурс был крайне положительным, и туда ринулись переходить как и старые, так и новые игроки. Затем они связываются с ZIS Zero, который выкупили оригинальный форум с предложением его выкупить. В итоге, сделка была совершена, причём если он покупался за 6 тысяч долларов, то в третий раз был продан за куда меньшую сумму, ибо опять же новое руководство забило на развитие сайта, что привело к массовому оттоку людей. В итоге, после чуть менее трёх лет стагнации, ShadowPrist.com вновь попал в нормальные руки игроков, и продолжил жить как в старые, добрые времена. Получили в честь этого они также поддержку от лучших на тот момент гильдий Варкрафта, как Метод, Блад Легион и Водка, которые также внесли свой вклад. Ныне, это сообщество продолжает жить и продолжает развиваться, а ему, учитывая не столь удачные продажи из рук в руки, более 14 лет, а сейчас, только в их дискорд-канале более 100 тысяч участников, живёт оно в отличие от своих предшественников на необязательных пожертвованиях, а не на поприще рекламы. А сам, оригинальный создатель старого сайта, дал совет новому комьюнити, и звучало оно примерно так. Не пытайтесь продать, или монетизировать рекламой свой сайт, ибо до добра это не доведёт. Вот так вот, целое сообщество пережило долгую стагнацию, продажи сомнительным агентством, желающим заработать на трафике, но забив болт на игроков, и последующие попытки создать и реинкарнировать всё с нуля. Не стоит отрицать тот факт, что в Варкрафте есть люди, которые на протяжении всей истории этой ММРПГ игры, продолжали в неё играть. Что бы ни случилось, какой бы патч не вышел, какой бы хотфикс не убил бы их класс, очень малая горсть людей продолжала играть в игру, для этой малой горсти людей Близзард в честь десятилетней годовщины с момента выпуска игры решает сделать подарок. Этим подарком являлась статуя Орка. Получить её было не так просто, хотя было только два критерия для его получения, но которые отсеивали огромную часть игроков Варкрафта. Для её получения требовалось иметь учётную запись, созданную в течение 60 дней с момента запуска Ворда Варкрафта, то есть по сути в самом его начале. Если создать учётную запись старые времена смогло всё-таки большое количество людей, то вторая часть напрочь отсеивала миллионы игроков, ибо требовалось на протяжении всех этих десяти лет поддерживать игровую подписку. Однако при этом за все эти десять лет ни разу её не прерывая, то есть на протяжении каждого месяца и каждого года её исправно платить. Если к примеру она однажды была прерывана скажем там на месяцок, потому что заболел, надоеда и прочее, то всё, возможность получить эту статую пропадала. Это к слову и стало некой причиной негодований. С одной стороны, люди поздравляли самых преданных, самых старых игроков, которые на протяжении всего этого долгого времени играли в игру и даже не подозревая этого заранее, получили свой небольшой подарок. С другой стороны, хейт. Некоторые испытывали довольно серьёзные проблемы с доставкой, и кому-то она шла более полугода, а некоторым и вовсе не пришла. А кто-то негодовал, потому что прерывал игровую подписку за все десять лет, к примеру, на неделю. И теперь он лишался своего подарка, за который за все эти годы нужно было дать в зависимости от региона, примерно 1500 долларов. Но тем не менее, кто бы что ни говорил, такой столь необычный подарок всё-таки смог порадовать старых ветеранов мира Варкрафта. А значит, со своей долгой и преданной игрой смог другой игрок во время дополнения Гнев Короля Лича. Жил-был один двор, который был обычным танком в рейдах, но имел одну странную привычку — собирать редкие щиты для своего персонажа. Появился он, как известная личность, в интернете в конце девятого года, когда был опубликован на одном сайте под названием Сайт был небольшим сообществом, где игроки хвастались своим трансмогом, выкладывали скриншоты локации Азерота и просто выкладывали новости мира Варкрафта. Затем, находясь в своей гильдии, редактор сайта, который был танком, встречает игрока по имени Блокейт, который также был танком. Узнав о его странной привычке собирать щиты, он и поведал сию занимательную историю на сайте. Смог собрать Блокейт довольно внушительную коллекцию для своего персонажа, состоящую из 46 щитов, причем необычных, а порой крайне редких, получить которые еще в те далекие времена мог далеко не каждый человек. К примеру, оплот Аманистской империи, падающий с небольшим шансом из рейда Зул Аман, который в итоге был убран из игры. Либо щиты из классического рейда Накс Рамас, падающие с небольшим, но сижерельным шансом, но которые с выходом дополнения Гнев Короля Лича, вместе с рейдом были преобразованы и удалены из игры. Тратил он на их добычу очень много времени, десятки часов и все ради предметов. Прозвали его Богом Щитов и вскоре он стал довольно обсуждаемой персоной. А затем его заметили не только игроки мира Азерота, а и разработчики Ворда Варкрафта, которые с выходом дополнения Катаклизм в патче 4.0.3 ввели щит, название которого отсылало коллекционеру по имени Блокейт, а добывался щит, посвященный этому игроку в рейде Сумеречный Бастион. Есть в игре ездовое животное под названием Поводье давно брошенного гиппогрифа, который уже к нашему времени довольно популярен и известен многим людям. Этого маунта обнаружили в файлах игры еще в очень давние времена, именно в одном из обновлений Бернинг Крусейда. Игроки задавались вопросом, что же оно такое и как его можно было получить. Тогда летающие маунты были некой новинкой, а посему все стрепетом следили за новыми обновлениями. Все ожидали, что вскоре мы увидим его на просторах мира Варкрафта, но шли месяцы, но никаких обновлений на его счет не было, и он просто бесследно продолжал находиться в файлах игры. Он мог найти более чем через 9 лет с момента его появления в дополнение Легион. Один игрок, в который крайне сильно любил играть в Варкрафт по имени Равбарри, обнаружил странную деталь. Прогуливаясь по локации Асуна, он заметил странный кристалл, который просто был расположен непонятно для чего и непонятно зачем. Трикнув на него, ничего не произошло, словно кристалла никогда и не было. Он пытался найти хоть какую-то информацию об этом кристалле в интернете, однако его поиски не увенчались успехом. Причем, что стоит отметить, кристаллы, но первый, кто всерьез решил узнать, что это. Затем, он отправляется в одно новосознанное сообщество и предоставив достаточное количество доказательств, что этот кристалл есть, дискорд сообщества бушевало от любопытства узнать, что же это за предмет. В ходе долгих поисков, поисковая группа начала предполагать, что это и зачем оно было создано. По одной из теорий, его связали с вышеописанным аутом из Burning Crusade. Потратив кучу времени, кучу часов, они таки смогли обнаружить другие кристаллы и путем долгих методов проб и ошибок, нажав на них в правильном порядке получить ездовое животное. Первым в мире игроком во всем World of Warcraft'е, который смог получить ездовое животное, стал тот самый игрок по имени Равбарри, который со своими коллегами-искателями смогли разгадать тайную загадку и который, видя какой-то странный кристалл на просторах Асуны, решил его не бросить, а исследовать, потратить кучу времени и силу и узнать, что же оно такое и как вы понимаете, совершенно не зря. Сейчас, этот малон популярен и по данному входа есть у каждого пятого, хотя все началось только с одного человека. В будущем, вдохновляясь загадками, которые преподнесло дополнение Легион, развивается целое сообщество любителей загадок. Они представляют из себя огромную часть преданных игре людей, которые, наиграв много времени и попробовав много аспектов решать общим составом, решать загадки, которые время от времени подсоют разработчики Варкрафта. Ну что же, ну а по сути, на этом все. Благодарю вас за просмотр, удачи!